Пандемия коронавируса диктует свои условия и успела поменять привычный ритм работы в различных сферах деятельности. Для того, чтобы вникнуть в проблемы каждой, глава Люберец Владимир Ружицкий провел несколько онлайн-встреч с представителями профессиональных сообществ. Давайте как-то обменяемся мнениями, где мы находимся, какие проблемы и что нужно предпринять, чтобы на территории не появилось такой категории граждан, как обманутые дольщики. Эти вопросы глава Люберец задал представителям ведущих строительных компаний. В первую очередь в округе должны достроить жилые дома и те социальные объекты, которые находятся на завершающей стадии. А возведение новых детских садов и школ, к которым еще не приступили, придется перенести на полгода. Чтобы помочь застройщикам безболезненно выйти из этой ситуации, власти рассмотрят ряд предложений, поступивших во время таких онлайн-бесед. Мы общаемся с нашими предпринимателями, с бизнес-сообществом на протяжении последних двух дней. Это по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Потому что стоит задача, по крайней мере, не остановить режим бизнес-климата, а производство именно на территории городского округа Люберцы. Дистанционно о проблемах, возникающих в сфере ЖКХ в современных реалиях, глава округа рассказали руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Вопросы дезинфекции подъезда, взаимодействия управляющих компаний с МОСОБЛЕРЦ и контроль работ госжилинспекции стали основными направлениями работы. Свои замечания и пожелания участникам онлайн-конференции высказали и сотрудники областного ГЖИ. Санобработка по грязным подъездам, она недопустима и бессмысленна. Основные жалобы жителей поступают именно на это. Ни в коем случае это не звучит, как какая-то угроза. Я просто даю разъяснение, что мы обязаны будем проводить эти контрольные мероприятия. От введенных ограничений поменялась работа многих сфер. Ощутимо пострадал малый и средний бизнес. От владельцев пекарин, магазинов стройматериалов, зоопарикмахерских и салонов красоты поступило большинство вопросов, так как нюансов в новых указах правительства много. Представители рекламного бизнеса в связи с закрытием торговых предприятий попросили главу о послаблениях. Мы близко просим рассмотреть ситуацию отмена платежей ГЖИ. Спасибо вам всем. Промышленники тоже оказались в непростой ситуации. Всем предприятиям нужно продолжать работу, однако с поставками возникает масса вопросов. С руководителями заводов глава обсудил пути их решения. Поговорили о сложностях поставок сырья и аренды помещений. Более того, производители сообщили, что в их адрес участились попытки мошенничеств. Как бы ни возникла такая ситуация, что другие, менее защищенные, наверное, чем мы, производители питания, не оказались бы заложниками этой ситуации. Были обмануты мошенники. С промышленниками обсудили усиление санитарных мер. На заводах проводится дезинфекция поверхности и увеличен контроль за состоянием сотрудников. Такие же меры предпринимаются и в сфере общественного транспорта. Руководители транспортных компаний доложили главе о сложностях, возникающих в связи с уменьшением пассажиропотока. Лизинг, мошенничество со стороны пассажиров и проблемы обязательной установки нового оборудования решали вместе с Владимиром Ружицким. Мы должны понять, чего не хватает бизнес-структурам, чтобы они нормально начали функционировать. Вот задача маленькая, простая. Поэтому те мысли, что вы озвучили, Родион Тарасович, их надо просто систематизировать. И мы постараемся донести до более высокого руководящего звена. Конференция с представителями всех сфер в режиме онлайн глава округа продолжит и дальше до особого распоряжения. Анна Троян, Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев и Валерия Абсалявов. Телеканал ЛРТ.